здравствуйте друзья мы с вами в городе санивелл и мы пойдем на опенхаус домик продается вы видите тут знак висит и пару слов про дом он довольно старенький и у него участок где-то 6 соток чуть меньше домик сам где-то 150 160 квадратных метров хотят они за него худо-бедно полтора миллиона да там даже чуть больше в общем давайте будем смотреть вот такое у нас хозяйство 2 сколько там бедрумов 3 бедрума и 2 басрума до 2 3 спальни 2 туалет то что вы видите здесь вот эту труху это вот насыпано явно для приведения дома в предпродажное состояние возможно что вот те каменюки на фронте на где мы там только что проходили старые думаешь окей и эти каменюки старые ну я между гальку не не сами кружочки а вот может быть гальку там но ну не важно в общем труха точно очень свеженькая по цвету можно сказать только что насыпали это вход вы видите значит итак мы смотрим домик приведен в состояние какое-то видеть они пол это не новый полон старый тут даже гвоздики видны деревянные как раньше делали но они его так значит поциклевали то что вы видите здесь это так называемый стейджинг да то есть повесили чтоб красиво было картиночки столик поставили вот давайте двигаться что у нас тут ну пошли налево пошли налево это место где стоит стиральная сушильная машина должны стоять а там видимо гараж так судя по логике американского дома так идем дальше по коридорчику и справа у нас туалетик ну безусловно тут проведена работа некоторая я не могу сказать что какая-то уж там очень большая но все-таки вот и приточка новая видно и каунтер вот этот вот новый и сзади вот я оставил там туалет он тоже новый вот это тут как бы ну вот стены в основном как бы так старые так тут у нас что у нас тут шкафчик мы добрались до первого бедрума тут видите стул тумбочка кроватка они с точки зрения стейджинга кроватку специально так маленькую ставят чтобы место оставалось какое-то обратите внимание друзья какой лимончик тут у соседей два лимончик почему два я бежать это одно дерево да ладно значит идем дальше по дому и комнаты вышли тут в конце коридора еще один бедрум так здесь кроватка побольше две тумбочки ну вот я бы сказал что метров может быть 10 а то и 12 до такой вот идем дальше значит мы из коридора уходим возвращаемся назад в другую сторону идем так значит еще раз вот там был входная дверь а вот здесь мы движемся ага но очень симпатичный пол современный душ явно заново построены это новенькая и здесь тоже новенькая но вот стенки вот если вы так как вы знаете американские стенки стенка может они покрасили конечно стенка старая туалет новый вообще как бы здесь проделана работа безусловно проделана работа выходим наружу так вот тут еще у нас бедрум знаете чего здесь нет того что называется мастер бедрум вот тут было мы уже видели три спальни и ни одна из них не мастер то есть нет собственного туалетика там у них так вот такая значит у нас спальня вот и конечно потолки здесь невысокие все поскольку дом старый то потолки что-нибудь такое от 8 футов я рукой почти достаю до потолка то мне немножко не хватает там 7-8 сантиметров так это у нас двор но мы туда еще попадем хотя а чё пойдем сейчас пошли на улицу так здесь у нас мило да ну еще раз двор в смысле участок земли небольшой где-то шесть соток шесть половины света говорит хорошо но вот то что то что мы здесь видим я сказал что место нет а так нормально ну хорошо хорошо тоже они засыпали все это корой и может быть тут чего-нибудь было они поубирали чтобы так вот сюда мы смотрим тоже вдоль дома идет ну что мы продолжаем значит мы продолжаем у меня просто позвонила наталья квик блогер из флориды там я сегодня должен договаривался снимать интервью и она спрашивала как там ну снимем еще я надеюсь мы через пару часов снимем интервью с блогером которого зовут crazy макс из москвы такой солидный домик на сказать тут у соседей и участок большой и снова вернулись к одной двери и теперь мы видим значит мы видим с одной стороны такую большую большую комнату этот народ общается там кухня так здесь у нас наверное телевизор день здесь должен был бы быть они картинка красивая да свет куда телевизор просит над камином ну в общем вот такое место как бы с эмалиром да так можно сказать с камином со всеми делами пойдем посмотрим этот босиком хожу мне это не очень нравится неважно тут у нас дайнинг кухонька кухонька сделана кухонька сделана друзья ну и айланд тоже без раковины ничего страшного я имею ввиду а лимона настоящих лимона 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 да ты что я думаю может быть в процессе дурят дурят друзьям нашего брата хотя бы макароны настоящие макароны настоящие в сайте я хорошая сушь в Неплохая плита? Хорошо. Холодильничек. Все это, друзья, остается будущим хозяевом. Попросим Светлану что-нибудь сказать. Гуру. Гуру. Скажите гуру. Что вы можете сказать? По среднестатистическим нашим меркам это вполне достойный дом для небольшой семьи с детками в хорошем зип-коде, с хорошими школами. Более-менее хорошим, скажем так. Чистенько все, ничего. Есть какие-то мелочи такие. Но все-таки они потратили деньги сюда. Они потратили деньги, да. Понимаешь, они могли бы сделать немножко лучший дизайн. То есть, например, у них проход идет через дайнингрум, вот в спальне, а кухня, получается, прямо передносно. Зашел в дом и сразу попал на кухню. Это, в общем-то, не совсем правильно. То есть, правильно было бы там разместить ливенгрум, зашел у тебя красивый ливенгрум, они посуды сгорят. Нет, но в целом это место для жизни готовое, тут можно жить. Оно абсолютно готовое. Там три хорошего размера спальни, там два туалета. В принципе, с этим домом все в порядке. Но когда они делали ремандринг, они могли немножко тщательнее все это дело спланировать, чтобы было еще лучше. Но это не дом, чтобы его перестраивать, например. Почему? Тут может какая-то небольшая семья купить, потом он станет тесно, они могут вот потом... Вот здесь вот, вот это место, да, сюда можно вытащить, да. Ну, по крайней мере, хотя бы, в гараже хотя бы вот так вот. Ну, хорошо, ладно, Света, пойдем дальше смотреть. У нас еще новый дом есть. Отлично. 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 Отлично.